Хорошо. Садимся в исходное положение. Сейчас пока, вижу, немногие подключились. Немножечко подождем. А я пока вводный дам. Випассана. И за эти пять занятий, надеюсь, сбоев не будет, я бы хотел чуть больше раскрыть эту тему, чем просто вот мы утром сели, посидели, потом позанимались. Ну, буквально чуть-чуть, чуть больше информации. Почему чуть? Потому что в рамках небольших утренних встреч большого объема и в глубину не зайти. Вот. Но, как говорил Давай-Лама, у которого посчастливилось мне быть на ретрите, у главы современного буддизма, выделяйте, ну, пять минут у всех есть, хотя бы пять минут на медитацию. И вот каждое занятие, вы заметили, ну, почти каждое, хотя бы пять минут мы немножечко так тихонечко медитируем, да? Хорошо. Сегодня, ну, знакомство с практикой, моя задача ознакомить, что мы будем делать каждый день. Каждый день я буду давать какую-то информацию, связанную с техникой Випассана, какое-то задание на день. Ну, вот, на этот день. И, в общем-то, в общем-то, все. В чем состоит Випассана, да? Випассана или исследование, наблюдение, способность или возможность видеть жизнь такой, как она есть. Со всеми, ну, вот, все, что в жизни происходит, мы это наблюдаем. Чтобы это не проходило, как в поезде или в окне автомобиля так быстро, а, ну, заметить, да? Вот мы будем учиться пробовать замечать, что сейчас происходит. И вот на первый день мы там написали сатти. Что такое сатти? Это, ну, в общем-то, все практики осознанности, которые, ну, связаны с наблюдением, связаны с осознаванием, с нахождением здесь и сейчас. Ну, в современном мире это сейчас называется медитацией, да? Ну, на пали, на древнем, вот, этом раннем языке, еще до санскрита, или в той зоне, где Будда жил, пали был язык, сатти, ну, практика осознавания, да? Или памятование, вспоминание себя, вспоминание, вспоминание. То есть какой, в каждый следующий момент времени я вспоминаю, о, я тут, ага, а это, а это, и такое, ну, получается, я осознаю, осознаю себя, осознаю этот момент, который происходит. Для этого нам нужна способность наблюдения, наблюдения, вот. И по поводу внутренней тишины, это практика Мауна, обычно я ее включаю в ретриты, ну, в жизни, в обычной социальной жизни молчать, наверное, будет странно. Мауна – это молчание, внутри и снаружи. Но в нашем контексте я предлагаю наблюдать, наблюдать за тем, какие слова я произношу, зачем я это делаю и нужно ли в данном контексте эти слова. То есть фильтр установить, установить фильтр на произносимые слова, и также я наблюдаю, откуда эти слова берутся, ну, почему я сейчас это хочу сказать, почему это. Для этого такая установка на день лишнего не говорит, больше находиться, ну, в таком состоянии тишины. Я знаю, что для кого-то это нормальное состояние, а у кого-то, ну, кому-то всегда хочется, ну, как-то неудобно, надо поговорить, надо что-то сказать. Ну, когда в каком-то обществе, да. Понятно, что это, если контекст там работы или каких-то взаимоотношений, это надо учитывать, время, место, обстоятельства. Но во многих, во многих случаях слова необдуманно вылетают из нас. Вот предлагаю наблюдать за появлением слов, за появлением фраз, мыслей, форм, которые выражаются в словах. Вот такое будет задание на день, наблюдать за, ну, такое простое задание, наблюдать за речью своей, фильтровать. Вот. И давайте для того, чтобы наблюдать что-то и что-то заметить, нужно такое, ну, успокоение, относительный покой. Но утром он всегда больше, лучше, поэтому рекомендуют практиковать утром, ранним утром. И давайте мы сейчас создадим такую тишину вокруг. Конечно, нужны условия, ну, хотя бы на какое-то время, на то время нашей встречи, создать условия уединения, чтобы никто не мешал, не входил, там не дергал, не звал там на завтрак. Ну, у кого семья, создать намерение на практику, на неделю. Это вообще касается любого, любого, любой техники, любой практики, там йоги, медитации, циклон. Там, где у нас идет высвобождение энергии, мы ее направляем, ну, на... Я предлагаю сейчас пока такие более реальные цели ставить, это там стать спокойнее, стать равновешеннее, слышать свои мысли, выделять свои мысли из общего потока и пробовать лишних слов не произносить. То есть осознавать, что я говорю и зачем. Как в буддийских текстах написано, практикующий знает, что он говорит, он знает, зачем говорит, что касается речи, да. И Будда определял условия для избавления от страданий, он там много чего определял, но что касается нас сейчас, это правильные действия, правильные мысли, правильные слова. И что значит правильные? Это то, что приводит, то есть мы определяем, что вот эти действия создают такие условия, там, для того, что нам хорошо. Эти действия создают условия для того, что нам плохо. Для этого мы в практике используем тот раздел из практик, который называется ведано, ведать. Определяем приятно, нейтрально, неприятно, прямо как амемы, да. Приятно, идем туда, неприятно. Ну, то есть это примитивное реагирование. Приятное хватаем, неприятное отталкиваем. Это наша задача отследить, это называется тональность, тональность того или иного события, тональность того или иного ощущения, тональность того или иного стимула, который там приходит внутри, там, в виде мысли. Или, ну, там, в виде моего голоса, или в виде, ну, какого-либо предмета, какого-либо, ну, вот я беру стакан, например, и, ну, вот мне нравится, что он такой вот, такой оттенок имеет, там, прозрачная водичка. Я чувствую, что это, ну, приятно, приятно. Вот он такой тяжеленький, прохладненький. И любое взаимодействие, которое у нас в жизни происходит, это я простой, конечно, пример привел, может вызвать приятный или неприятный, или нейтральный, вообще мы это не определяем. Ну, его как будто бы, ну, нет, вот этого, ну, его нет в нашем восприятии. То есть, если я взаимодействую, ну, с тем же стаканом, и вот на какой-то момент я с этим стаканом, я с ним, и вот у меня остального не существует. Оно как бы на периферии уходит и как куда-то вот стирается. Ну, ладно. От слов к делу давайте прикроем глаза и небольшую такую настроечку сделаем. Уже многие ее знают. Мы почувствуем вес тела, почувствуем точки опоры. Для того, чтобы прийти к некоему такому успокоению относительному, чтобы что-то наблюдать, важно включить, начать работать с вниманием. И вот это уже мы начинаем, когда мы обращаем внимание на что-то, мы фокусируем свое внимание на эти ощущения, на эти части. У нас будет тело, как объект, как помощник наш для того, чтобы уйти в состояние успокоения. То есть замедлить, замедлить движение ума, да. Мягенький крик, замедляем. Уже сам факт, что мы сели, предположительно не двигаемся. Я вот руками машу немножко, но вот если руки убрать, мы не двигаемся и наблюдаем. Это называется практика саматти. Концентрация внимания. Мы концентрируем свое внимание на вес тела, потом чувствуем легкий верх и позвоночник, соединяющий легкий верх и тяжелый низ. Дальше мы добавляем дыхание, то есть в область нашего фокуса внимания дыхание попадает. И ладошку мы на живот кладем, чтобы почувствовать, как происходит вдох и как происходит выдох. Это тоже саматти, концентрация внимания. Самый популярный способ – это сконцентрировать свое внимание на дыхании. Самый простой. Наблюдаем, как ладошка вперед двигается на вдохе и назад на выдохе. Хорошо. Можно ладошку убрать. Теперь на вдохе мы мягко будем вырастать вверх, ощущая нашу ось позвоночника. А на выдохе стекать еще больше вниз, чувствуя себя таким неваляшкой, Ванькой-станькой. Можно немножечко качнуться вправо-влево-вперед-назад, выстроив ось в центр наш. Центр. Давайте какое-то время посидим и будем наблюдать за стенкой живота. Произносим про себя на вдохе, когда стенка живота вперед идет. Вдох, на выдохе, выдох. Вперед стенка живота, вдох, назад, выдох. Добавляем улыбку, мягкую такую улыбку, чувствуя приятные ощущения от дыхания, от ощущения своего тела. Добавляем улыбку, мягкую такую улыбку, чувствуя приятные ощущения от дыхания, от ощущения своего тела. Обращаем внимание, как тело постепенно, с каждым выдохом ослабляется. Мы на вдохе двигаемся макушкой вверх, на выдохе такая волна расслабления по телу. Расслабление добавляет нам ощущения новые, приятные ощущения. А ум занимаем мы проговариванием вдох, выдох. Вот сегодня можно, как только вспомнили о себе, сатте, памятование, вспомнили о себе, о своих ощущениях, или чувствуете, что слишком сильно ушли в мысли, в ум, в ментальность, вспомнили про вес тела, вспомнили или осознали позвоночник, осознали легкий верх, осознали свое дыхание, и буквально несколько вдохов и выдохов осознанно делаем. Что бы ни происходило, это приведет к более спокойному состоянию. И из этого спокойного состояния можно уже что-то наблюдать или действовать. Вот наша опора для данной практики – это дыхание. А все, что происходит вокруг, внутри и снаружи, вокруг этого дыхания – это наше периферическое осознавание. И вот периодически из периферии будет звук появляться, и мы будем отвлекаться на этот звук. Вот, например, на мой голос. У меня сейчас там собака лает за окном. Периодически это будут мысли, воспоминания, какие-то вот уже планы на день, фантазии. Какие-то моменты – это, может, ощущение в теле, там, вот, затекла нога, еще что-то. Может быть, запах. Ну, вкус тоже может отвлечь. Если у вас какой-то уже был завтрак, что-то во рту сегодня, или вкус пасты зубной, может, остался. То есть на какие-то каналы восприятия мы можем отвлекаться. И вот наша задача – наблюдать, на что мы отвлекаемся, как это на нас влияет, и уметь, иметь способность вернуться к дыханию, к животику нашему. И как и на любых ретритах, которые я делаю по медитациям, мы… Сидячая медитация – это только часть практики, часть программы. Также мы при движении используем технику наблюдения, технику вот этой випассана наблюдения. И в наших утренних встречах мы будем двигаться, делая асаны. На ретритах мы ходим, осознанная ходьба, осознанное принятие пищи. И все, что мы делаем вне коврика, вне формальной практики, мы стараемся делать осознанно. Давайте. Также есть положение стоя. Встаем. Положение стоя. Начало коврика встаем. И выстраиваем также позицию. Тяжелый низ, легкий вверх, да? Позвоночник, опора. Копчиком двигаемся вниз, макушка и вверх. Чувствуем в наших стопах опору, вес, ладошки перед грудью, позу молящегося. И вот мы поменяли позу, сразу какие-то ощущения новые появились. И для начала мы ручки вверх делаем вдох, замочек толкнем вверх, и этим замочком будем вытягиваться и рисовать круги на потолке. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. В другую сторону. Вдох. Выдох, выдох. Выдох, выдох. Выдох. Хорошо. Руки назад и вниз. Выдох. Вдох. Вдохнули большими, большой круг сделали с круглой спиной. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. В другую сторону. Вдох. Выдох. Вдох. Позвоночник волной толкаем таз вперед и скругляем спинку. Хорошо. Наблюдаем, как повлияло данное упражнение. Теперь правую руку вверх, вперед, левую назад. Поменяли. Раз. По большой амплитуде. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. В другую сторону. Раз. Два. Три. Скручивание. Четыре. Пять. Крутимся то в одну, то в другую сторону. Шесть. Хорошо. Остановились. Чувствуем. Руки на таз. Ноги ширина таза. И начинаем. Тазобедренные. Позвоночник. Колени. Стопы. Включать все в одно движение. Три. Четыре. Пять. Шесть. В другую сторону. Раз. Два. Чувствуем область крестца. Три. Четыре. Пять. Шесть. Шесть. Оставились. Плодошками выбираемся в бедра. Макушкой вперед. Попчиком назад. Дышим вдох. Выдох. Выдох. Наблюдаем. Как это происходит. Какие ощущения появляются. Вдох. Выдох. Посмотрели вниз. Посмотрели вниз. Выдох. Посмотрели вниз. Выдох. хорошо спинка ровненько смотрим что поменялось ноги вместе и переходим уже в такую динамику виньясы стиле сурья намаскар руки через стороны вверх мягкий прогиб наклон выдох левая нога назад колено в пол выдох выдох приподнимаемся в прогиб хорошо выдох собака головой вниз здесь выдох вытянутся долине в пол выдох прогиб вдох планка выдох опустились вниз кобра вдох собака головой вниз выдох левой ногой вперед шагнули вдох вытянулись наклон выдох с другой спиной поднялись вверх выдох опустили руки наблюдаем что поменялось хорошо на вторую ногу руки перед грудью вдох прогиб выдох наклон правая нога назад вдох колено в пол выдох прогнули с плечи назад вдох выдох собака головой вниз вдох выдох вытянулись колени в пол выдох выдох прогиб выдох планка выдох планки остаемся выдох выдох боковая линия традиционно таз вверх вдох выдох выдох ножку вверх вдох выдох выдох таз вниз вдох выдох вытянули бок нижний выдох планка вдох выдох на левой руке вдох рука за голову правая выдох правую ножку вверх вдох выдох выдох таз вниз вдох натянули бок выдох планка вдох опускаемся на живот выдох выдох руки справа слева вдох ноги прямые вытянули колени выдох собака головой вниз выдох выдох правой правой ногой вперед вдох прогиб выдох выдох ноги вместе руки через сторону выдох левая нога назад прямая вдох руки вверх выдох вверх 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 выдох вдох опускаемся колени дровная клетка подбородок выдох Кубра, вдох, собака головой вниз, выдох, левая нога вперед, вдох, ручки вверх, выдох, наклон, руки через стороны, выдох, выдох, руки через стороны, выдох, наклон, выдох, хорошо, правая нога назад, вдох, выдох, плант, выдох, плант, выдох, опускаемся на 8 точек, выдох, кубра, вдох, собака головой вниз, выдох, правую ножку вперед, вдох, наклон, выдох, руки через стороны, вверх, вдох, выдох, выдох, опустили руки, наблюдаем, отшагиваем одной ногой назад, руки в сторону поду звезды, копчик вниз, макушку вверх, пять сторон потянулись, шесть, копчик вниз, макушка вверх, руки, ноги, шесть сторон, вдох, выдох, опустились в наклон, с прямой спиной, вдох, выдох, левую ручку вниз, вдох, правую вверх, выдох, правую вниз, левую вдох, выдох, поменяем, вдох, выдох, поменяем, вдох, выдох, потянулись вперед, пальцами вперед, макушку, копчиком назад, вдох, выдох, попробовали потянуться назад, вдох, 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 выдох, правой ноге, вдох, выдох, подшагнули в начало коврика, вдох, вдох, ноги ширина таза, сели вниз, выдох, вдох, колени зацепились за плечи, выдох, таз вверх, ножки вместе, вдох, бакасана, выдох, из бакасаны, ножки назад в планку, в нижнюю, вдох, выдох, собака головы вверх, вдох, выдох, собака головы вниз, выдох, подпрыгиваем, перекрещиваем ножки, раз, вдох, руки сзади, ножки спереди, выдох, таз вверх, вдох, поза стола, выдох, таз назад, Вдох, выдох, теперь в одно дыхание, таз вверх, вдох, сложились, выдох, таз вверх, вдох, выдох, таз вверх, вдох, таз пятком, выдох, колени вместе, вдох, выдох. Почувствовали плечи, ножки подняли и выпрямили, выдох, 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 опустились на поясничку, вдох, выдох, 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 пятки вниз. Руки вверх, вдох, выдох, 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 руки в стороны, руки в стороны, ножки вверх, выдох, выдох, ноги слева над ладошкой, ножки вверх, вдох. Справа выдох, смотрим вверх, вдох, выдох, выдох, слева, вверх, вдох, справа выдох, вверх, вдох. Вверх, вдох, руки за головой, выдох, выдох, ноги вниз, выдох, ножки вверх, выдох, ножки вниз, пятки в пол, выдох. Вверх, вдох, ноги за голову, вдох, остались тут, выдох, выдох, еще вдох, выдох. Выдох, вдох, выдох, выдох. Ноги, руки вверху, встряхиваем, наблюдаем за ощущениями. Трясем, тряску создаем, еще сильнее, сильнее тряску. Хорошо, остановились, чувствуем. Наблюдаем. Ложимся в шарласово. И лежа также мы обращаем внимание на стенку живота. Таким образом, практика состоит из нескольких элементов. Это осознавание в неподвижности себя сидя, лежа, стоя и при движении. Задание на день, на день, наблюдать за словами. Техника Мауна, благородная тишина в течение дня. Ну, насколько это возможно. Лишнего не говорить, осознавать, что говорю. Делать паузы перед тем, как что-то, особенно среагировать, если что-то возбуждающее, что-то вот понятно, да, о чем говорю, когда вот идет такое спонтанное автоматическое реагирование в таком возбужденном состоянии, стараемся перед, если ситуация возникла, вывести внимание на дыхание, на вес тела и попробовать не реагировать автоматически. Это вот то, что мы наблюдаем. Где мы на автомате действуем, а где мы можем сделать такую паузу, увидеть, что происходит, увидеть, да, випасанно, видеть, что происходит. И уже мы можем реагировать так, как из состояния спокойствия такого относительного, среагировать на ту или иную ситуацию, ну, то или иное слово сказать, а в некоторых случаях промолчать, сделать паузу и улыбнуться. Вот, можно сесть, можно полежать. Вот я на сегодня закончил. Спасибо, вот Борис, Татьяна, что были на, ну, в прямом эфире. Надеюсь, людей будет больше, вот, интересов будет больше. И до завтра продолжим. Я буду потихонечку раскрывать технику випасана, что с этим вообще связано, что мы, ну, что, фактически, что мы делаем на витрите, но очень, ну, то, что онлайн можно сделать, мы будем делать. И блок асан, несомненно, нас будет радовать физической активностью. И мы также во время асан, как и во время любого движения, вот, например, сейчас чай, там, кофе или завтрак, попробуйте сделать осознанно, кушать его осознанно. Завтра я расскажу про технику осознанного питания, в том числе. Спасибо, что вы есть. Всем осознание в течение дня.